когда выключили свет она снять надо сегодня добрый продолжаем 4 серия буду клеить магниты и расскажу маленькие нюансы которые возникают для поклейки магнитов потребуется непосредственно комплект магнитов в количестве семь семьдесят восемь штук размером 5 миллиметров толщина магнита 10 миллиметров его ширина и 30 миллиметров его длина будет клеится по 3 в ряд 26 магнитных полюсов напомню два супер клея момента хороший желательно и обязательно жидкие нигель для обезжиривания необходимо будет спирт либо другой растворитель ну не сильно вонючий в домашних условиях салфетка если вдруг что-то пойдет не так стамесочка ну не так если не там приклеить и магнит можно будет оподрать для второй стадии уже после проверки всех нюансов с залипаниями вам понадобится бумажный канцелярский скотч алюминиевый скотч двухкомпонентный клей и боксидный универсальный немного по клеевых составах отчасти справедливо но люди могут сказать михаил супер клей на нем просто оторвет магнита да может оторвать как говорится далее дураку стеклянный так он его угол разбил вот точно так же и здесь почему я не боюсь применять супер клей и считаем его для первой стадии поклейки более чем достаточным когда-то я клеил магниты на китайских ветрогенератор переделывал там рота пытался сделать его лучше ошибся в полюсах я думал как-то его оторвать я взял стамесочку как бы отколол магнит отколол его от вот этой защитной микки ну они по-моему никелированы вот это верхнее покрытие металлическая сам не один внутри и он хрупкий а вот вот это покрытие она во-первых коррозия сколько защищает от коррозии магнит и второе ну товарный вид тоже у него такой красивый это покрытие осталось на металле приклеенная супер клея а голый магнит не один был у меня в руках соответственно если в конструкции этого магнита есть элемент который отрывается от неодима легче чем этот же элемент отрывается приклеенный к металлу то зачем так сильно заморачиваться и применять какие-то двухкомпонентные клеи если тут уже производителем заложено слабое место в креплении этого покрытия к неодиму для первого я лично считаю но это не инструкция к действию а потом я считаю что супер клея для первого этапа поклейки магнитов более чем достаточно конечно при соблюдении всех правил приклеил не трогай не двигай не беспокой до полного заклеивания полимеризации и схватывания клея почему жидкий анигель объясню в процессе поклейки хочу обратить ваше внимание на технику безопасности с работы при работе с магнитами смотрите магниты маленьких руки сам неодимом очень хрупкие при ударах друг об дружку либо при магничивании резком металлу может лопнуть при этом в момент его разрушения бывает что от него он дробится на мелкие куски обезжириваем поверхность прикладываем первоначально три магнита который будет формировать полюс для того чтобы определить ну симметрично их расположение в будущем магниты заявлены как 30 миллиметров но они могут иногда быть 29 и 5 заклеивать будем по полному кругу то есть пойдем не в длину заклеивать а заклеиваем первый круг потом 2 потом 3 и клеим через полюс сначала заклеиваем на кругу полностью северные там или южные полюса потом а между ними располагаем уже северные там или южные полюса осью приклеивания для первого магнита используем вот нашу прочерченную линию то есть мы либо ставим плотно к ней с одной стороны либо с другой стороны до магнит не посередине между двух линий а одной из них именно на этом проекте обращаю ваше внимание и попробуем применить сдвиг так сказать полюса соответственно 1 мы приклеим к этой линии а уже последний приклеим противоположной следующей линии и между ними ровно по всей линии станет третьим огнем и вот таким вот скосом сдвигом мы пойдем по кругу методика поклейки обращаю внимание не такая что вы наносите клей на магнит и потом его приклеиваете возю к эти пачка эти руки выставили магнит и аккуратненько капельками зазор между магнитом да и железом налили тоненькую полоску клея то же самое делается с другой стороны для этого именно нужен жидкий клей супер он туда прекрасно затекает хотя это может показаться сначала не так все оставляем его сохнуть не ерзаем пусть схватывает приступаем к поклейке следующего следующий магнит также он должен быть того же полюса то есть вот они проверяют так вот они все притягиваются значит его же кладем рядышком придвигаем именно той же линии от какой вы стали там от левой от правой также аккуратно подливаем да не забываем все равно обезжиривать поверхность потому что вы ее руками трогаете и роторы магниты поэтому возможности делайте это чаще не надо лить много вы будете видеть как клей начинает подтекать под магнит капиллярные силы как в общем и в нижнем поливе до цветов они подтянут клей в данном случае под магнит старайтесь не наливать на металл за пределы магнита до много это в любом случае у вас будет получаться налить на металл но чтобы оставить соседнему магниту потом для поклейки не высохший клей а также основа чтобы было металл каждый раз проверяйте обязательно полярность навыки у каждого разный опыт разный поэтому можете заранее взять и покрасить реально каким-нибудь не смогу не стирающимся маркером северные и южные полюса и потом их клеить но обязательно обращаю внимание красьте только ту сторону которую вы не будете приклеивать металлу то есть чтобы другая сторона была чистая краска не участвовала в химических процессах поклейки мало есть чего там маркер сделала для скептиков которые могут сказать не хочу ты тут задвигаешь такая поклейка магнитов не даже не гоже клей не будет затекать под магнит их поясню вы правильно сомневаетесь правильно делаете все смотрите на все вещи скептически поясню предположим вот он ротор давайте мы его сейчас нарисуем вот она окружность ротора предположим магнит у нас маленький даже маленький магнит он же плоский правильно и он касается поверхности можно сказать одной точкой и вот это пятно контакта металла к металлу она очень маленькая а вот уже вот в эти вещи вот в эти промежутки которые в любом случае возникают при таких магнитах подтекает клей с помощью капиллярного эффекта поэтому клей хорошо заполняет площадь для достаточной поклейки магнит от металла гипотетический север в первом ряду поклеим можно приступать поклейки юга почему клеили через магнит поясню на самом деле подобное видео уже есть давно у меня на канале ссылочка будет час таком вот в этом углу буковка и английская посмотрите на всякий случай но повторю так как вы смотрите конкретно этот проект конкретно изготовление этого ветрогенератора соответственно будем рассматривать и повторяться в каких-то моментах но на конкретно этом проект то есть видите сейчас магнит находящийся между двух полюсов противоположных своей полярности его можно красиво аккуратно поставить ровно посередине и он не будет тянуться ни влево ни вправо и уже теперь вот в этот зазор мы точно также аккуратно подливаем в уголок магнита супер клей жидкий обращаю ваше внимание смотрите уже залить туда носиком прям в уголок не получается поэтому делаем капельки туда и раздуваем только будьте осторожны супер клей очень токсичен поэтому рядом с ним вдох не делайте в этот торец пока не заливайте потому что к нему будет плотно подходить магнит и вот чтобы он вложился не на клей она чистый металл обращаю внимание ваше что вот этот зазор между магнитами туда нужно капать а а не заливать его супер клеем его зальет на второй стадии уже эпоксидная смола первый ряд заклеим необходимо дать просохнуть ему хотя бы часик потому что клей жидкий еще там я хочу уже этот ротор с одним рядом засунуть статор и покрутить посмотреть его залипания аккуратненько вставляем ротор режем пальцы давайте сразу зазоре здесь зазор из-за того что магниты расчетные были 5 миллиметров а по факту 4748 вот так вот зазор где-то около полтора миллиметра всего то есть по 07 на сторону когда он отцентруется вал одеваем крышку и проверяем залипание на одном ряду это фиаско братан да шучу я шучу крутится но продолжаем замеряем они устранены есть у нас такая перекладина есть дико килограммовая желательно так уравновесить гантель чтобы никакие паразитные так сказать нагрузки то есть чтоб она не шаталась и не ерзала чтобы не было никаких дополнительных потому что грубо говоря бросить килограмм в момент натяжения нити это далеко не килограмм это существенно больше килограммов а вот в свободном покое так сказать килограмм это чистый килограмм минут 10 15 минут 5 10 5 4 5 10 5 утра смотрим смотрим четыре с половиной сантиметра соответственно 05 ньютон на метр страде вами формула я думаю вы ее видите один круг магнитов три сантиметра из 9 заклеим стартовый момент залипания 0 35 минут она я очень доволен но забегать вперед не будем предварительные данные вы услышали пол ньютона на один ряд разбираем и продолжаем склеить магнит 2 круг проклеил все-таки я делаю сдвиг чтобы находился он уже второй ряд находится между двумя полосками посередине делаем также замеры уже со вторым рядом желательно остановить пошел страде ваться стал на пять с половиной ну пусть будет шесть сантиметров значит 0 6 ньютона на метр два наклеенных ряда залипания 0 6 но давайте все таки посмотрим третий ряд заклеен даем высохнуть пол часика и опять тестируем на залипание шучу хейтеры все равно я победил этот генератор повесили и начинаем двигать замеряем 85 миллиметров при залипании 0 8 всего лишь смотрите какой как должен тихо работать генератор вот это еще одна из черт правильной баварии он бесшумный да друзья я понимаю уже утомились смотреть это видео думаю что почему супер клей я пояснил залипания с этой магнитной системой я показал я этим более даже чем удалось доволен почему первое цельнометаллический ротор который я применил здесь теория с тем что не цельнометаллический а проточенный с беличьей клеткой нарушает абсолютно любые расчеты и баварии и борьбы за липание это все железно я уже в этом уверен потому что точно также по такой же схеме были поклеены магниты и в том генераторе все эта тема для меня закрыта только цельнометаллические роторы под схему наклейки магнитов по баварии все далее вторую часть этого видео будет я покажу как теперь эти магниты необходимо залить облить эпоксидной смолой как бы ничего сложного но опять же везде есть нюансы которые покажу я вам и они вам но облегчат труд то же самое что супер клеем казалось бы а все так просто просто супер клей просто подтекает и тут же крепко держит все но бандаж из эпоксидной смолы обязателен и он будет второй стадии следующей серии спасибо за внимание всем пока